Ребят, вот палатель, это традиционная арабская еда Вот как она выглядит А вот в этом месте, в этом кафе, где я сейчас нахожусь Я покупаю палатель, вы не поверите сколько 25 лет 25 лет Я еще помню, когда там палатель продавал еще отец из сегодняшнего владельца А он тогда еще был маленьким То есть мы с ним примерно одного возраста То есть я приходил, не было лет, когда был 15-16 И столько лет, я здесь уже ем палатель И знаете, не перестаю радоваться Сейчас мы с вами пойдем погуляем Я вам покажу очень интересный рыв, называется Вадисаби И потом про него расскажу Не секрет, что третье по величине город Израиля Хайфа До образования Израиля была городом преимущественно сарабским Ну, скажем так, палестинским населением, как сейчас принято говорить, да И большинство, абсолютно большинство жителей Хайфа Я имею в виду арабских жителей Хайфы Они бежали из страны во время войны за независимость То есть 47-48-49 годы В Хайфе сохранилось несколько арабских мечетей Например, вот эта Аль-Джарина называется Это старейшая мечеть современной Хайфы Построена в 1790 году Но, как я уже сказал, большинство прихожан этой и других мечетей Стали теми, кого сейчас принято называть палестинские беженцы Сейчас под этой темой вернемся ближе на ее обсуд Пройдем чуть дальше И здесь находится еще одна мечеть Старинная этого же района Вадисалиб Которая называется Аль-Масджид Аль-Сагир То есть Малая мечеть А вот это, кстати, здание в виде паруса Это здание Министерства внутренних дел Израиля Сейчас перед нами находится комплекс зданий суда Это Хайфский городской суд, региональный суд, суд по семейным вопросам и так далее Раньше на месте этого суда, буквально 10 лет назад Располагались трущобы старого Вадисалиба Ну, выглядело это примерно Вот как вот это вот здание В общем, меня за спиной Вот этот самый район Вадисалиб Вот эти все развалины Район когда-то был громадный Как я уже сказал, там большую часть снесли На их месте построили разные административные здания А история района такая В общем, до образования государства Израиль в 1948 году Здесь преимущественно жили арабы Преимущественно арабы-мусульмане Когда началась война, большинство из них просто отсюда бежало Просто шли боевые действия И плюс палестинское духовенство, арабское палестинское духовенство Призывало арабов временно покинуть зону боевых действий Они рассчитывали, что они быстро уничтожат Израиль И как бы все будет хорошо, они вернутся назад В итоге появилась проблема палестинских беженцев Они из Хайфа бежали и из Яфы Это то, что рядом с Теляевым из Русалима Ну, короче, отовсюду, из Назарета С разных мест они бежали Теперь в 1949 году примерно, когда Израиль победил в этой войне И процентов 80 арабского, палестинского населения Хайфа бежало отсюда Сюда, вот в их дома, вот эти дома Вот то, что у меня за спиной И многие другие Мы сейчас дальше пройдемся Сюда стали заселять еврейских беженцев Которые в свою очередь бежали как из страны Европы Я имею в виду, пережившие Холокост Так, ну и в массе своей, даже в большей степени И стран Магриба арабского То есть Марокко, Египет, Сирия, Ирак, Иран Вот из этих стран То есть с образованием Израиля Не только здесь шли боевые действия, но и там Как бы в знак солидарности со своими палестинскими братьями Да, то есть там стали громить, убивать евреев И сюда массово рванули еврейские эмигранты И они стали селиться как раз в брошенные арабами дома Вот, кстати, у меня за спиной сейчас видно Частично вот этот Хайфский суд Современное здание Вот эти трущобы вокруг, остатки старого города Ну и мы сейчас пройдем немножко дальше В некоторые дома можно даже заглянуть вот так вот внутрь Но, ребята, я вам честно скажу, ничего интересного здесь нет Вот в таком состоянии оно стоит уже более чем полвека А когда-то было, вы посмотрите, какое красивое здание С какими арками Постепенно, конечно, в городе происходит реновация В этой части города, имею в виду Вадис-Алиб Потому что вот в таком виде, в 21 веке, конечно, это некрасиво, что находятся здания Кстати, вот здесь вот видите такой купол Вот здесь раньше располагался турецкий хамам То есть турецкие бани Ну, лет, наверное, 60 Значит, все это находилось в запустении, все это было заброшено Кстати, вот видите, остались еще надписи даже на арабском С тех времен Вот, ну а теперь Здесь открываются какие-то кафе Видите, тут написано Хамам Аль-Паша написано Иврите Студио 99 Ну, в общем, какие-то люди искусствуют, значит, что-то делают Ну, это очень хорошо, чтобы придать жизнь В общем-то, когда-то очень интересному району Который сейчас выглядит не лучшим образом Раньше этот район был очень большим Но, вот знаете, буквально на моих глазах Ну, грубо говоря, за те 30 лет, что я живу в Израиле Он очень сильно сократился Видите, построили новые здания Снесли старые И, в общем-то, сейчас Старый Водисолипс хранился только фрагментарно Вот такими вот кусочками Вот, как вы видите Это еще одна из хайских мечетей Ну, на мой взгляд, она крупнейшая Она, может быть, не самая красивая Не такая красивая, как я вам показывал до этого Но она, по крайней мере, действующая И здесь каждый день молитвы Скажем так, проект реновации этого района Происходит, ну, относительно медленно Ну, представьте, за 30 лет Тут, конечно, очень много всего снесли Но так, чтобы хотя бы частично восстановить Ну, в общем, как-то не очень И я вам даже расскажу, в чем проблема Почему все это очень медленно происходит Район очень сильно маргинализирован Здесь, по идее-то, практически никто и не живет Ну, вот, смотрите, в каком виде находятся эти дома Это, напомню еще раз Дома, брошены палестинскими арабами В 48-49 году Вот, и там, собственно, все замуровано То есть, вы смотрите на окна Видите, все окна замурованы, забетонированы И здесь проблема в чем? Проблема заключается в том, что В Израиле очень четко и, можно сказать, свято Охраняется право на частную собственность Поэтому палестинцы, которые бросили свои дома И бежали еще в 48-м году Они, в принципе, сюда вернуться не могут Потому что они стали гражданами соседних стран Там Ливана, Сирии Той же Иордании То есть, с этими странами Ну, за минусами Иордании У Израиля нет дипломатических отношений Сохраняя состояние войны Но даже если и нет Чтобы им получить право сюда вернуться Им нужно для этого доказать право собственности Оказать право собственности они не могут Даже есть какие-то документы Эти документы выданы еще при британской А то и при турецкой администрации Что Израиль не признает Но, с другой стороны, и не отбирает эту собственность Но в Израиле существует закон Что если какое-то время Я, честно говоря, сейчас не вспомню Это в зависимости от конкретного случая От 50 до 100 лет Если не появились хозяева Там этого дома, этого Ну, в общем, не возникли хозяева То, как бы, этот дом переходит в собственность государства И как только он перешел в собственность государства Его сносят И на его месте строят уже что-то новое Ну, вне всяких сомнений Ну, очень странно смотрится в Израиле Который является одной из передовых стран В сфере высоких технологий Ну, в общем, вот такие вот места Ну, абсолютно мертвые В прошлом здесь никто не живет Здесь просто валяются, летают кучи мусора Здесь ничего нету И такой район сохраняется еще достаточно большой Ну, еще хорошо, что я вечером не пришел Вечером здесь можно еще встретить и бомжей И если повезет Ну, или не повезет Уж я не знаю Смотря что вы ищете То можно встретить еще и нарков И вообще не пойми кого Пожалуй, самое интересное, что тут есть на сегодня Это граффити То есть, поскольку тут вот эти дома никому не принадлежат По крайней мере, де-факто Ди-юро они, конечно, кому-то принадлежат То, в общем, люди тут развлекаются А вот сейчас вам показываю хороший пример реновации Вот здесь буквально два года назад Здесь были абсолютные трущобы Ну, вот точно такие же, как вот здесь То же самое было Но кто-то инвестировал Кто-то купил землю Купил старый полуразрушенный арабский дом И его восстановил Ну, я считаю, что это просто замечательно Кстати, обратите внимание Сколько в Израиле бензин стоит Это заправка В общем, литр 95-го 7,88 Литр солярки 8,15 Напомню, что курс составляет За 1 доллар 3,4 шекеля То есть, сколько у нас получается Где-то 2 доллара 20 центов за литр Ну, вообще, честно говоря Охренеть Между нами девочками В некоторых из этих домов Полузаброшенных стихийно продолжают жить А мы сейчас подойдем к очень интересному месту Вот здесь вот, если перейти через трассу Кстати, заметили, куда дорога ведет? На Назарет Тот самый библейский Назарет Но мы сейчас не в Назарет А мы перейдем через пешеходный переход И я вам покажу что-то прикольное Как говорится, трущобки продолжаются И мы сейчас подходим туда Куда я вам проведу Куда я вас проведу И покажу, и расскажу Сейчас перейдем на ту сторону Ну, так Мы перешли в другую сторону дороги Здесь, вы видите, продолжаются уже известные вам трущобки О судьбе которых я рассказывал Так называемые дома палестинских беженцев Которые бежали в 1948-1949 Вот, а по правой стороне Вот там вот по правой Находится интереснейшее здание Вот это здание Это здание железнодорожной станции Хайфа-Мизрах Или как на английском Оно называлось Eastern Haifa Почему я вам говорю как на английском? Дело в том, что 20 сентября 1946 года Вот видите, тут такая мемориальная доска Вот эта железнодорожная станция Была взорвана Еврейскими подпольщиками Организациями Эцель Которые боролись с изгнанием Ну, изгоняли британцев из подмандатной Палестины И добивались независимости государства Израиль Вот, и соответственно Вот эта станция Вот это вот старое здание Кстати, еще турецкие постройки 19 века Оно использовалось Вот оно и станция Для доставки вооружений британских солдат И, соответственно, взорвав это Тут погибли десятки британских солдат Были повреждены железнодорожные пути И на какое-то время, скажем так Это притормозило переброску британских войск Которые двигались Подавлять еврейское восстание Происходившее в Палестине Ну, вот снова вам эти полуразрушенные домики Вот, а, кстати, сейчас Вот если туда вот повернуть налево Вот сюда вот, если повернуть Видите, написано Haifa East Railway Museum Вот там вот Вот там вот Находится железнодорожный музей Вот даже написано Haifa Railway Museum И, кстати, музей очень классный В следующий раз я туда схожу И я вам его покажу Мемориальная доска здесь извещает Что вот с этой станции В 1919 году Отправлялись поезда Которые связывали Haifa с Египтом То есть, фактически, тут железнодорожная линия Которая поясывала Восточное Средиземное море То есть, она вела из Стамбула В Каир И линия проходила в том числе и здесь А вот здесь вот находится и памятник Смотрите, какой интересный памятник И памятник, и мемориальная доска На английском, арабском и на иврите Дело в том, что в 1905 году Здесь еще турки, собственно, правили То есть, турок отсюда выбили британцы В 1917 году Вот, так сюда приезжал Турецкий, так сказать, губернатор Не знаю, как его назвать Палестины И с его участием открывали Вот эту железнодорожную станцию Которая связывала Haifa С Хиджасской линией Которая вела в Мекку и Медину Помните Хиджас? А уже потом, когда отсюда выбили турок Англичане уже достроили свою линию В Каир Потому что Египет находился Под британским протекторатом Таким же точно, как и Палестина Народ, я уже думал закончить снимать В принципе, все уже рассказал Потом подумал, что, наверное, остались вопросы у вас На которые вы не получили ответы Я имею в виду, что может создаться превратное впечатление Что вот израильтяне экспроприировали Забрали арабскую, палестинскую собственность Люди бежали отсюда во время войны В них, значит, все отжали, забрали и все такое Но я вам скажу На самом деле, мягко говоря Это не совсем так Смотрите, в тот же период, когда отсюда бежали палестинцы Палестинцы бежало около миллиона То есть сегодня цифры палестинских беженцев называют Четыре, пять, шесть миллионов Но проблема в том, что это не те, которые бежали тогда Как бы это их потомки Которые родились совершенно в других странах В Сирии, в Ираке, в Алжирии, ну и так далее Ну, куда они бежали, да Но фактически беженцев было около миллиона И, с другой стороны, было около миллиона еврейских беженцев из арабских стран Огромная община существовала в Марокко Там жило около 500 тысяч евреев 500 тысяч, полмиллиона Сегодня осталось 1020 В Египте было 1080 евреев Сегодня не осталось ни одного Бежали евреи из Сирии, из Иордании, из Ирака, из всех прочих стран Естественно, что они бросали все Они потеряли абсолютно все При том, что они там были достаточно богатыми людьми Занимались там бизнесом, торговлей Были врачами, юристами Ну, то есть культурной интеллигенции Я просто думаю о чем? Что если Израиль должен вернуть палестинскую собственность или компенсировать То арабские страны должны компенсировать евреям потерянную собственность Причем, если палестинцы здесь, на территории будущего Израиля В основном занимались сельским хозяйством И, в общем, особой собственности у них и не было То у евреев собственность такая, что сегодня потянет на сотни миллиардов долларов И вопрос, если действительно подбивать бухгалтерию И считать, кто кому больше должен Еще окажется, что палестинцы должны Израилю, а не наоборот Но это такой философский вопрос Кстати, если провести параллель Например, с армяно-азербайджанским конфликтом Где были беженцы с двух сторон И прикинуть, кто и чего кому должен То получается, что Самое время Садиться за стол переговоров И как-то этот вопрос улегурировать Я думаю, в том контексте Что никто ничего никому не должен И это тот вариант Который, в принципе, отвечает интересам обеих сторон И армяно-азербайджанцев Потому что если сейчас начинать считать Кто кому чего должен Никогда, никогда не будут достигнуть консенсус Никогда Вот, то есть надо брать пример С того, что сейчас происходит между Израилем и палестинцами Несмотря на все обиды Несмотря на все остальное Израиль заключает один за другим договора о мире С арабскими странами Уже есть и Египет, и Ордания, и Марокко, и Судан И Арабские Эмираты, и Бахрейн Сейчас с аудитами ведутся переговоры И это только начало Ну вот на этом действительно все, ребята Пока Субтитры делал DimaTorzok Знаете, удивительным фактом является Что вот этот район в Адис-Алиб, в Хайфе Он имеет трагическую историю Связанную не только с палестинцами И с израильской войной за независимость И вот эти все брошенные дома Тут есть еще совершенно другая история Как я уже говорил Здесь после того, как бежали палестинцы Стали селить еврейских беженцев Преимущественно из арабских стран Потому что там просто негде было жить Израиль представляла себя в пустыне Поле боя, тут шла война Тут люди жили в палатках Поэтому пусть и арабские брошенные дома Такие в плохом состоянии Но все-таки это было лучше, чем жить вообще в палатках Согласитесь То есть в этом районе селили беженцев Беженцев евреев из Марокко, из Египта, из Сирии Из Ирака, значит, Йемен Из Йемена много приезжал и прочих стран Вот, значит, к 1959 году, это уже 11 лет, как был создан Израиль Эти беженцы, большинство из них продолжали жить в этих трущобах Им это абсолютно не нравилось То есть страна активно развивалась Строились новые районы А они, ну, считали, что к ним относятся плохо Они считали, что евреи выходцы из Европы Так называемые ашкеназы А вот ашкеназы, это евреи из Европы Ну, белые, вот такие, как я, да? Вот, значит, они называли себя сефардами А слово сфарад, сфарад это Испания То есть это евреи вот оттуда Которые пришли вместе с арабами во время конкисты пришли в Испанию Во время реконкисты они были изгнаны И оказались в странах Магрибы на Ближнем Востоке Вот, ну, не суть И они решили бороться за свои права То есть они оказались на задворках жизни Израиль активно развивался Они уже 11-й год как же продолжали жить в бывших арабских трущобах Которые вот сейчас так выглядят Ну, тогда выглядели, просто окна были не замурованы А так выглядели, ну, тут точно так же плохо Тут были проблемы с подачей воды, электричества Ну, короче При том, что вот наверху, вот вы можете увидеть Вот наверху, там на горе Там были вполне приятные цивильные районы Где, в общем-то, все было как в Европе Все было цивильно Вот И они организовали организацию такую Которая называлась Черные Пантеры И вот эта организация Кстати, в которой состоял в том числе Будущий президент Израиля Мошек Атсав Который сам, насколько он помнится, был выходцем из Ирана Вот Но в те годы он был совсем ребенком И вот эти вот эмигранты еврейские В 59-м году вышли на большую демонстрацию протеста Требуя переселения оттуда, требуя уважения к себе, к своим правам Ну и полиция довольно жестко их там прессанула Разогнала Там была стрельба, были погибшие Вот Значит, в итоге Этот вопрос удалось урегулировать Страсти как-то вот затихли Но я просто к чему это рассказываю Что этот район никому Не принес ничего хорошего Ни палестинцам Ни евреям, которые пришли на их место Ну и сейчас, я так понимаю Все-таки вот эта реновация, перестройка Они хоть принесут какое-то свежее веяние сюда Продолжение следует...